Маков.нет. Максимальные скидки только для подписчиков AppleInsider.ru Помните, раньше в App Store был с десяток приложений, которые выполняли одну единственную функцию? Работали как строительный уровень, благодаря встроенному в iPhone акселерометру. Некоторые приложения были бесплатными, за некоторые просили денег, но функционально они были все примерно одинаковы. Сегодня я предлагаю взглянуть на летающую линейку. Да-да, приложение называется именно так. Причем это не просто забава на три минуты, а как оказалось, действительно полезное в быту приложение. Сейчас расскажу почему. Начнем сразу с обсуждения функциональных возможностей. Для начала приложение попросит нас откалибровать смартфон для получения более точных результатов измерения. Как основная, так и расширенная калибровка займет не больше минуты. Затем мы переходим на главный экран. Тут четыре кнопки. Две побольше и две поменьше. Две большие открывают экраны измерений. Либо мы измеряем расстояние с помощью линейки, либо углы. Кнопка с транспортиром, знакомым всем нам еще со школы. Тут же есть еще и настройки, и даже справка. Справку, кстати, я рекомендую прочитать всем, кто собирается пользоваться приложением. Там действительно много нужной и важной информации о том, как правильно производить замеры. Если на вашем смартфоне присутствует чехол, то не забудьте указать это в настройках. Для этого есть специальный ползунок – толщина чехла. Причем любопытно то, что толщина виртуального чехла на экране соответствует реальным размерам. Поэтому этот параметр можно выставить, что называется, на глаз. После того, как все настроено, нужно срочно переходить к замерам всего и вся. Я уже измерил все, что только можно у себя дома и в редакционном офисе, поэтому готов поделиться впечатлениями. Для измерения есть три режима – бегущая линейка, измерение вдоль линии и измерение расстояний между параллельными поверхностями. Каждый тип измерений работает по одному принципу. Мы кладем телефон, жмем на кнопку замера, ждем, когда ободок кнопки покраснеет, и просто аккуратненько переносим смартфон в конечную точку. Первые два режима по сути своей очень похожи. В одном мы используем виртуальную линейку для замеров, причем ноль на ней, кстати, можно двигать. Во втором используются габариты смартфона. Механика же замеров везде остается одинаковой. Приложили, дождались покраснения кнопки, перенесли, положили, дождались писка, посмотрели на результат, повторили еще пару раз для получения более точного среднего значения. На экране голубыми цифрами высвечивается результат текущего замера, желтыми – средняя цифра. Под желтым счетчиком также есть количество произведенных замеров. Конечно, некоторая погрешность присутствует, но в большинстве случаев она составляет не более 4%, да и никто не мешает произвести замеры несколько раз. Время нет, занимает совсем немного. Третий тип измерений касается параллельных поверхностей. Например, если нам нужно замерить расстояние между двумя тумбочками или, скажем, коробками от iPad, то можно пользоваться запросто. Главное – не вертеть и не крутить телефон в процессе проведения замеров. Так будут результаты точнее. Дальше у нас углы. Способов измерения углов поменьше – две штуки. Первый способ нужен для замера углов на горизонтальной поверхности, без отрыва телефона. Логика измерения такая же. Кладем устройство, жмем кнопку, ждем, когда она покраснеет, поворачиваем, ждем сигнала и получаем результат. Все очень и очень просто, а что самое главное – точно. Во втором случае мы замеряем вертикальные углы, ну или как их еще назвать. Допустим, угол, на который открыта крышка ноутбука. В общем, измерить можно вообще все, что попадется под руку. Собственно, последнюю пару дней я именно этим и занимался. Прикладывал телефон к разным поверхностям, замерял расстояние, сравнивал с показаниями рулетки, отслеживал угол открытости своего ноутбука и делал прочие странные вещи. И кроме всего прочего, стоит отметить, что вы всегда сможете сфотографировать то, что замеряете. Отметить стрелками замеряемый отрезок или угол и сохранить фото в галерее. Ну и что самое главное – оно работает. Конечно, есть вопросы, например, по интерфейсу. Он никак не вписывается в iOS 7. Да и, честно говоря, в iOS 6 он тоже особо не был бы к месту. Но, пожалуй, в Offline Ruler интерфейс далеко вторичен. Красота рулетки и транспортира зачастую нас практически никак не заботит. Главное – это то, как приложение выполняет свои функции. И, знаете, как показывает практика, справляется оно с выполнением возложенных на него задач просто на ура. Стоимость летающей линейки в App Store – 33 рубля. Ссылка, как всегда, в описании. А на этом у нас всё. Подписывайтесь на новые видео, чтобы не пропустить ничего интересного. И ставьте большие пальцы вверх. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok